Друзья, всем большой привет! С вами Ирина и сегодня я вновь хочу поделиться своими покупками с Wildberries и Ozone. В прошлом видео я вам сказала о том, что у меня очень много всего накопилось, поэтому я решила не откладывать долгий ящик, а сразу же вам показать следующие свои покупки. И начать я хочу с замечательного комплекта. Он мне только-только пришел, я его еще не мерила, но когда буду монтировать, обязательно померю вам в полный образ и обязательно покажу, как это все смотрится на мне. Это домашний комплект, состоящий из ночной рубашки, ночной сорочки и халатика. Давайте вскроем. Все пришло вот в таком пакете с зип-замочком. Обожаете пакеты, их так удобно использовать. Там было две расцветки, вот такой вот пыльно-розовый, ну можно также его назвать таким коричневым, наверное, еще был такой, по-моему, молочный. Я выбрала именно такой вариант, мне он как-то больше понравился. И здесь, кстати, в подарок я обнаружила, что положили вот такую резинку именно под комплект вот этой домашней одежды. Очень классная, очень мягкая. Я резинки, естественно, использовала, волосы у меня длинные, поэтому для меня это очень классный, очень нужный подарок. Так, и на пакетике сразу посмотрим, как это правильно все называется. Халат домашний с сорочкой, комплект, состав хлопок и размер я взяла 52-й. Вот такая информация на самом пакетике. Мне очень понравился материал. Я, конечно, представляла, что он именно таким будет, но что настолько мягким, настолько приятным, я, конечно, не подразумевала. Я вам буду вставлять еще параллельно картинки с Wildberries, чтобы вам было как-то более понятно, потому что здесь, наверное, я не смогу полноценно вот так сидя перед камерой показать вам, как он выглядит. Значит, ночная сорочка, ночная рубашка, так скажем, вы посмотрите только на этот материал. Во-первых, он тянется, во-вторых, он такой безумно приятный. И вот я сейчас его вытащила из пакета при вас, и посмотрите, он практически не помятый. Это одно из преимуществ данного комплекта, что он не мнется. Также, кстати, заявлено, что он не линяет, не деформируется также, по-моему, и катышки на нем, на этом материале появляться не должны. Ткань в рубчик очень-очень мне понравилась. Давайте посмотрим, как это выглядит. В общем, это ночная сорочка на бретельках, и эти бретельки регулируются. Это очень классно, потому что я вот вам показывала в прошлом видео как раз-таки пижаму, которую я купила. И она всем хороша, и размер подошел, и вообще очень комфортно, очень удобно, но бретельки постоянно спадают. Это очень неудобно. Здесь такой проблемы, я понимаю, что не будет, так как здесь все регулируется, можно будет очень легко подтянуть и настроить уже под ваши потребности. И, кстати, про этот комплект. Также прочитала информацию, что он будет очень удобен для кормящих матерей, для беременных женщин. Вот так вот вам покажу. Давайте низ посмотрим. Ну и в целом вот такой, да, 52 размер я взяла. Я девочка не худенькая. Единственное, что я предполагаю, что у меня, наверное, вот в этом фасоне, наверное, да, вот в этой модельке будет немного выделяться живот. Но это не страшно, это все-таки такая домашняя вещь. Поэтому меня это не смущает. Надеюсь, что вас это тоже на видео не смутит. В общем, вот такая красота. Но материал это просто что-то бесподобное. Посмотрите. Вообще, в целом, вот так со стороны выглядит вообще, как какое-то домашнее платье, да, видите, а не ночная сорочка. В общем, это ночная сорочка. И, конечно же, в этом комплекте еще был халатик. У халатика есть вот такой вот ремешочек, поясок. И давайте посмотрим. Тоже только при вас, смотрите, разворачиваю, да, ничего, нигде никаких заломов, ничего нет. Это абсолютно материал, как будто только-только его разгладили. Это огромный плюс домашней одежды. Очень часто, ну, домашняя одежда, мы ее как бы, ну, не вешаем, наверное, так же аккуратно, как верхнюю одежду, в которой мы выходим на улицу. И очень часто, вот по крайней мере у меня, такая домашняя одежда, она немного бывает более мятой, чем другая одежда. Так, здесь у нас есть ярлычок, посмотрите. Произведено в Гыргызстане. Вот. Вот так вот. Здесь также у нас указан размерчик. И вот таким образом выглядит халатик. Рукав длинный, очень-очень классный, но материал тонкий, поэтому я не переживаю, что мне будет в нем жарко летом. Я его взяла на летний период. Вообще не переживаю, рукава вот такие вот довольно свободные, то есть это не будет что-то такое обтягивающее. Он на запахе. Конечно же, покажу вам на себе и, конечно же, вставлю тоже картинки именно со странички товара. Я очень осталась довольна. Мне безумно, еще раз повторюсь, мне безумно понравился материал. Очень-очень классный, очень удобный. Кстати, здесь есть для пояса вот такие вот петельки, да, для того, чтобы пояс не спадал. Тоже, кстати, очень удобно, потому что пояса я очень часто теряю. В общем, моя покупка, моя любовь, я довольна, поэтому от души вам его советую. И следующей моей покупкой, я бы даже ее назвала находкой, стал вибромассажер для лица от бренда Олзери. Вот так выглядит коробочка. Я вам покажу, потому что я засняла его распаковку. И он так потрясающе выглядит, так это все прям премиально, люксово, то, что я думаю, что данный аппарат станет прекрасным подарком на 8 марта, на день рождения, на Новый год. И я думаю, этот подарок внешне очень красивый, еще и огромную пользу принесет. Ну и давайте конкретно об аппарате. Почему я решила именно сейчас купить? Потому что мне в этом году исполнилось 40 лет. Я поняла, что, наверное, возраст уже, может быть, конечно, давно он уже подошел, но сейчас это точно. Пора заняться своим лицом и заняться, наверное, такими более серьезными косметологическими процедурами. Я была недавно на приеме у косметолога и, в принципе, мне сказали, что с кожей у меня более или менее все в порядке. Но я поспрашивала по стоимости, сколько стоят подобные процедуры, всевозможные массажи для лица. Это, конечно, сейчас очень бюджетно, поэтому я посмотрела и нашла вот такой для себя аналог косметологических процедур, именно салонных, это бренд Polzery и это у нас электромассажер D-Lift. Вот коробочка, сейчас мы ее тоже вскроем, я вам покажу, как это все выглядит внутри, но видео вставлю. Я его потому что распаковала и была просто потрясена, как это все красиво. Здесь инструкции есть полностью на двух языках, здесь также есть гарантийный талон и вот так это все выглядит, посмотрите. Здесь у нас получается мешочек для хранения самого аппарата, чтобы его не в коробке хранить. И также еще дополнительная упаковочка, коробочка, в которой хранится шнур для зарядки данного аппарата и в которой хранится салфетка, которой можно как раз-таки протирать данный аппарат после использования. Он очень-очень красивый. Это, кстати, опять-таки плюс, я люблю все красиво, поэтому когда такая вещь очень полезная получается, очень нужная, еще и красиво выглядит, это, конечно же, огромный плюс. Я его, естественно, уже протестировала. В данном аппарате у нас заключено целых три технологии. Это микротоки, это вибромассаж и нагрев. И, кстати, еще одна из причин, вот забыла вам сразу об этом сказать, что так как я сходила недавно к косметологу и мне выпустили всевозможные кремы такие лечащие, да, чтобы улучшить мое состояние кожи. Я имею в виду не возрастное состояние кожи, а вот те проблемы именно с кожей, которые у меня возникли. И данный аппарат, он позволяет всем вот этим лечащим кремом, каким-то сывороткам, гелем и так далее, он позволяет более глубоко проникать именно в кожу, в эпидермис и, соответственно, лучше и эффективнее работать. Это тоже одна из причин, почему я решила именно в этот момент заказать себе вот такой аппарат. Давайте мы его с вами достанем и более подробно рассмотрим, ну так быстренько довольно-таки. Длительным нажатием кнопочки мы его включаем. Вы услышали звуковой сигнал и на обратной стороне вы увидите цвет индикатора. Есть синий индикатор обычно и получается есть красный. Вот сейчас я нажала еще раз и видите красный индикатор. Красный индикатор это нагрев. Нагревается он до 45 градусов. Насколько я поняла, а непосредственно сам виброрежим, он включается, когда вы касаетесь вот двух граней этого аппарата. Вот он, наверное, надеюсь, нет, вот так, наверное, да, вам должно быть слышно, что работает. Кстати, его можно использовать еще как точный массаж, как точное воздействие, когда вы вот его непосредственно на какие-то определенные точки. Я пока еще вот эту систему акупунктурного массажа еще не выучила, поэтому я вам показывать не буду, это точно. И в чем суть, да, получается вот это красное LED излучение, это как раз-таки борьба с возрастными изменениями, это улучшение кровообращения, это выравнивание морщинок, уменьшение морщинок, лифтинг кожи и тонус кожи увеличивается. А у синего излучения оно убирает отечность, оно улучшает цвет лица. Также, кстати, тонус подтягивает, то есть очень-очень много функций у данного массажера. Я осталась очень довольна, пользуюсь примерно неделю, где-то полторы. И я вижу, по крайней мере, ну вот я сейчас, нет, наверное, вы увидите, да, я вам вставлю тоже кусочек видео, где я его как раз-таки, ну, показываю вам, как я работаю, как я делаю себе массаж лица. Да, и по лицу, если вы на блоговый мой канал подписаны, то вы там видели, какое у меня было лицо, когда я пошла к косметологу, да, какие у меня были проблемы. Мне поставили дерматит, не помню какой именно. В общем, кожа у меня выглядела намного хуже. Я думаю, что данный аппарат все-таки способствовал тому, чтобы то, что мне назначили, я просто не буду озвучивать, так как это лекарственный препарат, то, что мне назначили, они более глубоко и лучше воздействуют на кожу именно с помощью вот этого массажера. Я думаю, что данный массажер, это не просто незаменимая вещь, это очень упрощает уход за кожей, даже не уход, наверное, да, а вот такую профилактику старения, когда мы понимаем, что возраст берет свое, когда нужно за кожей ухаживать уже по-другому, а бешеных денег на косметологические процедуры именно в салонах тратить неохота. Это просто находка, это выход из этой ситуации, ну и плюс к тому, что, как я сказала, именно в моем случае мне нужно было, чтобы те кремы, которыми я пользуюсь, для того, чтобы вылечить свою кожу, чтобы они более эффективно работали, да, более быстро, наверное, работали, да, чтобы я избавилась быстрее от тех проблем, которые у меня есть. Мне данный аппарат, конечно же, очень-очень в этом помогает. И, кстати, также я еще прикупила вот такой гель. Давайте вам поближе тоже покажу. Это у нас гель косметический АКУ Гель Косметик для аппаратных процедур, ультразвуковых, лазерных, электротерапии, РФ-терапии и микротоков. Здесь 250 грамм. Я, в принципе, выбрала вообще самый-самый бюджетный, я не стала заморачиваться и покупать какой-то дорогой. И так как этот массажер подходит для ежедневного использования, то я периодически, получается, использую его именно с теми кремами, которые я наношу для лечения своей кожи, а периодически использую вот с таким гелем, именно токопроводящим, что позволяет более сильно, наверное, воздействовать на мою кожу и вот этим микротоком. Вот, он, кстати, был довольно бюджетный, самый бюджетный выбрал. Цены, кстати, вы все видите в левом нижнем уголочке и все ссылки на все товары, которые я вам сегодня показываю, найдете внизу в инфобоксе. Если что-то вас заинтересовало, проходите, смотрите, я буду рада, если что-то вам будет полезным из сегодняшнего видео. Дальше я вам покажу кое-что из покупок для сына. Как-то у меня в последнее время много что для сына покупается, потому что резко он, видимо, в рост пошел и много из каких вещей выросло, и вот приходится так обновлять его гардероб. Первое, что я вам покажу, это вот такие вот брюки. Так, сейчас правильное название прочитаю. Брюки детские, цвет черный, размер 36, да, и, в принципе, больше ничего не указано. Также все прошло в зип-пакетике. Я сначала заказала 38 размер, он у меня ростом 130, по-моему, с чем-то сантиметров. Я заказала 140, думала, вдруг маломерки, но по факту оказалось, что они были очень-очень большие, и потом я их перезаказала в итоге. И заказала 36, да, вот здесь уже вы видите, да, какие-то пятны. Он у меня в них ходит на брейк, уже два раза сходил, и вот я сейчас вижу, что эти штаны не предназначены, видимо, для того, чтобы по полу в них ползать. А, ну, брейк-танс, вы сами понимаете, это танцы, когда и на коленях там, и на руках все по полу. В общем, на ногах, на щеколотках вот такие вот резиночки. Кстати, такой интересный материал. Сейчас попробую найти, из чего это состоит, потому что он такой, как плащевка, такой плотный, непродуваемый. При этом он ни в коем случае не утепленный, то есть внутри вот такая вот подкладочка. Кстати, да, это подкладка именно. Так, и, получается, вот карманы есть, есть здесь шнурки для того, чтобы завязать. И что сыну особенно понравилось, это вот эта вот, не знаю, как нашивка, наверное, да, вот с таким замочком. Кстати, он открывается, я его еще не проверяла, открывается или нет. Здесь, конечно, кармана нет, это чисто такой декоративный элемент, но очень классный сын. Вот за счет этого как раз-таки и полюбил эти штаны. Но вот сейчас вижу, да, не знаю, насколько вам советовать, либо нет, потому что я вот сейчас на видео увидела, что действительно они, ну, то ли как-то протираются, наверное, не протираются, а вот лоснятся, да, на том месте, где он как раз-таки на коленях, получается, занимался. Ну, посмотрим, не знаю, исчезнет ли это после стирки, но вообще сами вот эти штаны мне очень-очень понравились. И стоили они очень бюджетные, 700, по-моему, рублей, даже если он их как бы испортит на танцах, страшно не будет. И еще также покажу футболочку, тоже из футболок он массово вырос из всех. Вот такая футболочка, тоже была очень бюджетная. Такой принт, вы знаете, интересный, но в то же время какой-то такой лаконичный, ничего яркого. Такие вот кроссы нарисованы здесь, кеды. Это размер у меня 140. Вот футболка ему хорошая, как бы прям хорошо подходит по размеру, а вот брюки, как вы видите, были немножко большие. И вот перезаказал на 134, по-моему. Так, 140, стопроцентный хлопок, производитель. Сейчас посмотрим. Узбекистан. Вот. Вот такая футболочка. Классная, простая, тоже очень бюджетная. И также у нас тоже носки просто с неимоверной скоростью протираются, да, дырки на них появляются. Поэтому я вот нашла вот такой набор из 12 пар носков состоящих, детский набор. И стоил он тоже, по-моему, в районе 500 рублей. Это очень выгодно. То есть одна пара стоит, ну, где-то 30 с копейками, около 40 рублей одна пара носочков. Здесь разные цвета, очень, наверное, громко. Размер 20-22. Он уже отсюда не забрал. В общем, вот такие вот. Даже не пойму, какой цвет. Синий, черный, получается, вот, наверное, вам видно. И еще есть здесь, по-моему, вот такие вот серые. Да. Такие серые. У них вот так на резиночке. Вот такое изображение. Вот такой рисунок вышитый. Кстати, да? Да, вышитый получается вот такой. Очень понравился и по качеству, и сын тоже оценил. Они хорошо тянутся. Давайте вам так покажу. Резиночка не тугая, довольно мягкая. Что у нас здесь указано? Узбекистан. Страна происхождения. Состав сырья хлопок 75%. ПА 17% и эластан. Вот. Вся информация вот здесь. Очень хорошие носочки. Самый главный сын доволен. Носит он у меня тоже приверетом. Все подряд носить не будет. То ему одно не нравится, то другое не нравится. Поэтому мы остались довольны. Так, с сыном. Все, закончились покупки у меня для сына. Давайте сейчас покажу вам покупки для сада, огорода. Начался дачный сезон. Поэтому, конечно же, мне много что нужно прикупить. Первое, что я вам покажу, это вот такой вот секатор садовый. Он довольно, ну, нет, наверное, небольшой такой, средненький. Знаете, я покупала в прошлом году секатор в фикс прайсе. Бюджетный, да. Но его хватило, по-моему, на два раза. На второй раз он сломался. Я купила еще один. Подумала, может быть, мне какой-то неудачный вариант попался. И в итоге второй вот перезимовал. Я им, конечно же, срезала в том году веточки. Но в этом году он заржавел. Он стал абсолютно тупым. Перестал резать. Я решила, в общем, больше не рисковать, не брать в фикс прайсе, а купить именно через Ватберс. По отзывам посмотрела. По-моему, в рублей 300 он стоил с копейками. Вот такой секатор. Ну, смысла, я думаю, сейчас открывать нету его. Потому что обычная такая система, которая режет все веточки. Страна происхождения, кстати, Китай. Вот не помню, здесь где-то было указано, какой разбир. А, вот нашла. 20 мм. То есть 2 см он берет веточку. Диаметром 2 см. Но он такой мощненький. Вот, знаете, он такой тяжелый. Может быть, мне все-таки его достать. Так, сходила все-таки за ножницами. Решила его открыть. Он действительно такой тяжелый. Очень удобно его держать в руках. Так, и здесь получается... Так, что за система? Давайте разберемся. А, вот так. Да, получается. Вот так он закрывается. И вот так вот открывается. Здесь вот такая как пружина, что ли. Но он прям мощный. Прям действительно классно будет работать. Здесь, кстати, также указано, как можно срезать, как нельзя срезать. Видите? Вся информация здесь есть. В общем, я на него рассчитываю, если честно. Рассчитываю, что он у меня прослужит долго. Не неделю, не месяц, не сезон. А, ну, как минимум, наверное, несколько лет. Тут, кстати, у него такая смазка, видимо, да? Видите? Болестит вот в этом месте. И такой аромат какого-то машинного масла. Ну, видимо, так положено. Ладно, я его в упаковку уберу, чтобы он мне ничего тут не испачкал. Дальше также для своего сада, для своей дачи я приобрела вот такой вот распылитель. Вот ничего на русском нет. Распылитель одна штука, цвет голубой. Он, по-моему, рассчитан на 2 литра. В общем, вот в такой коробке приходит. Мне нужно обработать розы. У меня обычно такая прыскалка была на даче. Я поняла, что мне нужен какой-то другой, более удобный вариант. Я нашла распылитель, который работает от... Как бы он заряжается, получается, от сети. И потом вы определенное время можете работать. Я, конечно, пока еще не разбирала. Я только-только привезла его сегодня домой. Видишь, что мне в подарок положили перчаточки. Это очень классно. В общем, вот такой голубой. Здесь есть, получается... Сейчас я распакую и вам покажу. Деление. Да, очень удобно, когда вы разводите всевозможные препараты для растений. Видите, здесь все можно посмотреть, чтобы все было ровненько. Дальше идет вот такая ручка. Вот, кстати, как раз для зарядки. Вот, да? Заряжается. И он определенное время работает. По-моему, вот полчаса он на зарядке работает. Это очень удобно. И здесь работает. Смотрите. Кнопку нажала и работает. Вот. Теперь все понятно. Смотрите, вообще без проблем. Даже еще и заряженный оказался. Так, инструкция здесь все есть. Все прилагается. Можно ознакомиться, прочитать. И, получается, в комплекте у нас еще идет... Так, аккумуляторный опрыткатель, руководство по использованию. Плюс вот этот шланг идет, да? Который внутрь, получается, вот этого... Вот этой крышечки засовывается. Сам распылитель. Зарядка. И есть еще специальная насадка, которая предназначена для труднодоступных мест. То есть там, где вам тяжело подлезть. И там, где нужно глубоко вкус, например, да? Просунуть и опроснуть. Вот это очень тоже, кстати, классно. Я осталась очень довольна. Да, может быть, не бюджетно. Я его покупала, по-моему, за 1400 рублей. Но если он работает классно, и вот если он работает так, как заявлено, я просто... Ну, мы сейчас проверили, да? Он работает. Я уверена, что зарядки хватит настолько, насколько там нам написали в инструкции. И это будет просто вот такая палочка-выручалочка, когда нужно что-то обработать. Я обязательно такой еще и маме закажу, чтобы она тоже с огромным удовольствием... Сейчас я уберу его подальше. Большая коробка, чтобы она с удовольствием тоже занималась своими растениями. Все, что раньше у нас было, это очень довольно неудобно, да? Да, если вот эта прыскалка, это постоянно нужно нажимать, эта рука уже устает постоянно в таком положении. Если какие-то были, когда несколько раз как бы воздух накачиваешь, и потом он сколько-то там выливает, опрыскивает, тоже неудобно. Это нужна прямая поверхность, чтобы вот этот воздух накачать. Это же просто, по-моему, идеальный вариант, как мне кажется. Поэтому я очень на него надеюсь. Дальше у меня кое-что из продуктов, из товаров, вернее, для дома, для домашних растений. Я взяла вот такой наборчик, совок садовый посадочный для рассады. Вот такой набор для домашних растений комнатных. И я такой подобный набор, кстати, уже заказывала, но он пришел мне бракованный. То есть это тоже должен был быть набор. А в итоге мне пришел, по-моему, один совок без того, что было внутри, что должно было быть внутри. Так, я все вскрыла. В общем, вот такой совочек для того, чтобы удобно насыпать было землю в горшок, когда вы пересаживаете цветы. Дальше вот такой вот инструмент маленький. Дальше лопаточка маленькая. Тоже очень удобно посыпать, когда особенно маленькие горшочки. Дальше, что это, я не знаю, надо будет посмотреть. И там была пипетка. Вот пипетка мне тоже очень понравилась для того, чтобы разводить какие-то препараты тоже для обработки растений. Вот такая вот пипеточка. В общем, вот такой вот наборчик. Очень компактный, очень удобный и все в одном. Классно. И также заказала еще горшки. Это, по-моему, трехлитровые горшки набором по три штуки. Я такие уже покупала. И хочу в целом вообще все заменить горшки именно на такого плана, чтобы они у меня были одинаковые, чтобы все это было красиво. Ну, на подоконнике и вообще в целом в квартире, чтобы это красиво смотрелось. Потому что мне не нравятся коричневые горшки. Но они у меня есть по факту до сих пор еще. И горшков в принципе не хватает. И плюс еще вот для замены коричневых горшков я себе прикупила. Мне почему-то они по дизайну и по форме понравились намного больше, чем остальные. И что еще мне в этих горшках понравилось, сейчас я вам покажу. Это то, что это как бы кашпо. То есть состоит из двух частей. Первая часть, вы можете это все пролить. Постоит это все, напитается. И потом, соответственно, просто вылить лишнюю воду из горшочка. Я всегда, в принципе, так цветы и поливаю, для того, чтобы их не перелить. Либо могу вообще другой вариант, как тоже часто я делаю. Я просто вытаскиваю из горшка само вот это кашпо, получается. Проливаю все цветы, все лишнее вытекает. И потом уже ставлю сюда. Вот, как вам удобно, так можно и делать. Но вот по дизайну мне вот эти горшки почему-то нравятся больше остальных. И это, кстати, моя повторная покупка. Следующее, что я вам покажу, это тоже для дома. И это очень тяжелое. Сейчас я буду поднимать. Я купила набор, состоящий из гель для стирки и кондиционера. В данном случае я вам показываю гель для стирки. Это бренд ГРАС. Всем известно, у них очень вкусный жидкий мыло, насколько я знаю. АЛПИ называется. Для всех видов ткани подходит гель-концентрат для стиральных масштурочной стирки. 5 литров. И он гипоаллергенный. Я его сегодня протестировала в первый раз. Мне понравилось. Все замечательно стирал. И я просто переливаю из этого объема уже в более удобные баночки. Держать неудобно. И в этом же наборе у меня шоу кондиционер с потрясающим ароматом. Тоже сегодня первый раз протестировала. Ева. Golden Elixir. Называется аромат утонченный. В переводе означает 5 литров. Также 167 стирок. Подходит, кстати, пометочка 0+. Подходит для самых-самых маленьких. Для новорожденных. Он в среде такой вот густоты. Не слишком жидкий, не слишком густой. И он классно так пахнет. И на белье прям остается этот аромат. И белье очень-очень мягкое. В общем, я осталась довольна. Продолжаю экспериментировать со всевозможной бытовой химией. И уже вам разные показывала. Но мне нравится. Я не знаю. Я люблю разные покупать. Если что-то совсем-совсем сверхъестественное найду, то, наверное, остановлюсь на нем. И еще кое-что я купила для дома. Еще даже не распаковала. Тоже только сегодня забрала. Это у меня активная пена для очистки ковров и мягкой мебели. Вот так она выглядит. Поближе вам тоже покажу. Это Нортленд. Это итальянское, по-моему, производство. Так, сейчас проверю. Нет, сейчас написано, что это Калининград. А у меня предыдущий закончился. Очень давно ее покупала. Там было написано Италия. Представляете? А сейчас уже получается это Калининград. В общем, российское производство. И мне нужно было почистить кое-что из мягкой мебели. И я поняла, что у меня закончилось это средство. Но я помню, что оно, по-моему, хорошо справлялось. Поэтому я себе заказала такой же. Я его нашла. Случайно, совершенно конкретно его не искала. Искала именно какую-то пену для очистки мягкой мебели. И вот наткнулась на него. 400 мл здесь объем. Но я знаю, что эта штука классно работает. То есть она мной уже проверенная. Большой довольно-таки объем. И я уверена, что эффект будет такой же классный. Так, ну и последние три продукта у меня остались. Заказала я себе штатив. Трипот настольный с гибкими ножками и держателем для смартфона с пультом. Ого! Я не знала, что он с пультом. Если честно, я когда заказывала, я думала, что это обычный штатив трехногий. Давайте сейчас тоже вскрою и покажу. Только сегодня забрала опять-таки. Так, вскрыла коробочку. Вернее, пакетик вскрыла. Вот так выглядит коробка. Вот так, наверное, да, будет правильнее вам показать. Здесь очень много разной информации. Вот видите, прямо на коробке указано. Можно прочитать, посмотреть. Для чего заказала? У меня есть такой, именно, ну, подобный, прям действительно подобный штатив. И он очень удобно держит телефон. И я, в связи с тем, что сейчас стала ездить на дачу, я стала периодически его забывать. Поэтому я решила себе такой же заказать, чтобы он у меня был в даче, чтобы я не заморачивалась и не забывала его забрать из квартиры. Снимать на нем сплошное удовольствие. Ага. А где держатель для телефона? И держателем для телефона. А, все, нашла, испугалась. Представляете, вот он, оказывается. Я думала, что у него что-то что-то вытащил. Вот он был просто внизу пакетика. Видели мое выражение лица, да? Когда я подумала, что мне что-то не доложили. Так, в общем, вот такой вот штативчик. Держатель для телефона. Все просто заворачивается. Вот, пожалуйста. Очень-очень удобно. Эти ножки гнутся. Вы можете как хотите их поставить. И хорошо телефон держит, потому что он такой довольно-таки мощный. Он довольно такой, как вам сказать, тяжеленький. Да, некоторые штативы очень-очень тонкие. И, соответственно, они просто переворачиваются могут от ветра. Так как он мне нужен именно для дачи. Мне нужен был такой хороший именно, устойчивый. И вот, соответственно, сам культ идет в пакетике. Потом разберусь, посмотрю. Тут еще какая-то вот бумажечка, какая-то инструкция. В общем, все. Теперь отвезу на дачу. Забывать не буду. И, соответственно, съемки мои срываться не будут. Так, кое-что из косметического предпоследия товара покажу. Потому что купила уже давленько. А пользоваться не могу. Потому что, если воспользуюсь, я его уже утащу куда-нибудь в ванную комнату. Или вы к себе в спальню. И забуду вам показать. Тоже брала по отзывам. Вот такой спрей. Так, производство. Корейский, по-моему, он. Вот так выглядит его коробочка. Правильно я вам показываю? Да. Вот так вот выглядит коробочка. И вот так вот выглядит сам спрей. Тоже очень такая лаконичная упаковочка. Простая. Ничего яркого. Ничего такого в глаза бросающихся. Потому что я в скором времени буду полностью менять организацию на туалетном своем столике. И будут красивые стеклянные органайзеры, в которых я хочу положить, поставить красивые продукты косметические. Ну и вот этот спрей тоже, скорее всего, будет там стоять. Я ему уже один раз воспользовалась. Посмотрела. Мельчайшее просто. Смотрите, распыление. Прямо дымка какая-то. Вот я ее прям вижу, насколько вам видно, но это прям мельчайшая дымка. Очень, очень приятный аромат. Я очень много почитала отзывов и вот решила взять именно его. Потому что, ой, какой приятный аромат. Как будто бы прям что-то такое легкое парфюмированное распылило. И уверена, что он мне понравится. А летом спреи у меня вообще улетают очень быстро, потому что это классный продукт для моментального увлажнения кожи, для того, чтобы прям моментально получить свежесть на лице. Чаще всего именно на лицо используем, но также на зону декольте. Вообще очень-очень классная вещь, когда кожа обезвоживается, получается, на солнышке или на ветре, то это классная штука для ее спасения. И последнее, что я вам покажу, уже очень много наболтала, последнее, что покажу, это чай. Заказала себе чай. Я его заказывала на зон. Ссылочка также будет внизу. В общем, моей маме подарили набор чая Кантата. Вроде бы, ну, на вид обычный чай. Я как-то внимания не обратила, она мне одну упаковочку дала. Там были разные-разные чаи. И я его попробовала. И у меня в полке, вот он скрытый пакетик, не этот, другой, стоит в полке, в чайной моей полке. И как только открываешь эту полку, сразу аромат чая прям в нос бьет. Он настолько ароматный, причем очень натуральный по составу. Ничего вообще такого, чего не должно быть. То есть, абсолютно натуральный состав. Там никаких ешек, никаких консервантов, никаких ароматизаторов, ничего нет. Я начала его искать. На Вальдберс я его не нашла вообще. То есть, этого чая там нет. На зон нашла и вот заказала на пробу. Другой вкус. Это у меня зеленый чай, кориандр, кокос, фенхель и цикорий. Вот такой чай. Он зеленый, поэтому, знаете, по нему невозможно, кстати, заваривать за одну 3 минуты при 70-75 градусах. Я заваривала при 100, по-моему, только-только скипела. Вот мне посмотрела, да? Так, давайте я его. Что я вам в пакете показываю? Я его достану и вам покажу. Вот так вот он выглядит. Очень много ароматов, вкусов. И я взяла вот этот ванильный бисквит. И вы знаете, почему он меня зацепил? Ну, помимо еще аромата, я... Тот чай предыдущий, который мама мне подарила, он черный чай. И я насыпала его в заварочный чайник, как обычно насыпаю, да, чай. Ну, в том количестве, сколько обычно насыпаю. И я была поражена. Он был просто угольно-черным. Он очень сильно, очень круто заваривается. Следующий раз, когда я его стала заваривать, я положила прям раза, наверное, в 3 меньше от обычного объема заварки. И он заварился так же круто. То есть этого объема, вот там маленький пакетик, он такую дает яркость вот именно цвета заварки, что его хватит, не знаю, на месяц маленького пакетика, наверное, там грамм 30, может быть 20. Его явно может хватить на месяц. Ну, вот если, допустим, 1-2 человека живут. Я никогда не видела чай, который настолько яркий был, настолько хорошо заваривался именно по цвету. Никогда не встречала, поэтому я была поражена. Аромат плюс вот эта вот очень яркая его окраска натурального, да, именно чай имею в виду. То есть ничего там такого красящего нет. И вот решила попробовать. Есть еще там, по-моему, какой-то, я присмотрела молочный улун с каким-то... Вот сейчас не могу вспомнить. В общем, какой-то очень-очень интересный, но он немножко подороже стоит. Конечно, небюджетно, я бы сказала, потому что этот чай, по-моему, около 150-200 рублей. А вот молочный улун с какими-то добавками именно вкусовыми, потрясающими, он стоит вообще в районе 500 рублей. Да, небюджетно, но мне кажется, ой, такой чай того стоит. Ну и все, друзья мои, по-моему, все я вам показала. Очень большое получилось в этот раз видео, потому что хочется обо всем рассказать максимально подробно. Мне обычно пишут, что очень много лишних слов, очень много лишней болтовни. Но я такая, и мой канал такой, я по-другому не могу. Я не могу вам сухо показать какой-то товар и сказать, да, классно, очень чисто, заказывайте, я советую. Я так не могу. Я стараюсь максимально подробно обо всем рассказать. Если я уже потрогала вещь, если я уже воспользовалась вещью, поносила, я не знаю, попробовала, поела, то, ну, я не могу это просто сказать сухо в двух-трех предложениях. Мне хочется максимально передать свои эмоции, свои мысли по каждому товару. Поэтому, ну, вот такая я и таков мой канал, я себя, к сожалению или к счастью, изменить не могу. Поэтому я надеюсь, что вы меня поймете и не будете считать это моим таким минусом, наверное, а будете считать, наоборот, это моим плюсом, да, вот тот факт, тот момент, что я вот люблю очень-очень подробно обо всем рассказывать. Все, на этом мы с вами будем закругляться. Хочу вам напомнить, а тем, кто не знал еще и рассказать, что у меня есть еще два канала, влоговый канал и книжный канал, ссылочки на них внизу, на телеграм, ссылочки внизу, на яндекс.зен, ссылочки тоже внизу. И все ссылки на все товары, которые вы сегодня видели, также будут внизу. Проходите, смотрите, если нравится что-то, если что-то для себя полезное, интересное увидели, то, конечно же, покупайте и обязательно мне об этом напишите. Мне очень интересно, мне очень важно и очень приятно, когда я понимаю, что мое видео было полезным. И что по моим наводкам, по моим подсказкам, вы что-то себе очень классное заказали и остались довольны покупкой. Поэтому мне очень важна, нужна ваша обратная связь, я буду ее очень ждать в ваших комментариях. Конечно же, ставьте лайки, если видео понравилось. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал. Впереди еще будет очень много всего интересного. Все, на этом точно закругляюсь. Желаю всем отличной, теплой, солнечной весны. И всем пока-пока.